Уже в 16-й раз традиционно Брестский областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике встретил лучших спортсменов по вольной и греко-римской борьбе Белоруссии и России. Данный турнир – это не просто желание атлетов победить и шанс проверить свою силу воли, но и повод вспомнить величайший подвиг первого героя Белоруссии Владимира Николаевича Корвата, который ценой собственной жизни и благодаря летному мастерству спас множество человеческих жизней. В посвященном мероприятии первому герою Белоруссии, Корвату, летчик 61-й истребительной авиационной базы подполковник Корват, в 1996 году, 23 мая, совершил подвиг, который заключался в том, что на отказавшем самолете была возможность у него покинуть самолет катапультированием, но решил остаться до последнего для того, чтобы вывезти самолет, отвезти от населенных пунктов. Со дня трагедии прошло 28 лет. Еще одно поколение успело вырасти, а имя Владимира Корвата продолжает звучать. Турнир – это возможность вместе почтить память героя и определить сильнейших. Также соревнования проходят в целях популяризации вольной и греко-римской борьбы среди детей и подростков. Сегодня мы пропагандируем здоровый образ жизни среди наших членов профсоюза. Сегодня мы являемся соорганизаторами и даже организаторами многих спортивных мероприятий. Вы знаете, во многом благодаря тому, что сегодня Брест является такой вот силой притяжения, местом притяжения для тех, для кого этот город является родиной, первой любовью. А для многих сегодня Брест является силой притяжения, потому что здесь проходят замечательные спортивные соревнования, подтверждением которым является сегодняшний турнир. Поединки очень серьезные и напряженные в разных весовых и возрастных категориях. Никто не хочет уступить свое место в списке победителей. Каждый знает, что за кубок нужно побороться, но делать это по правилам, уважая соперника. Поэтому турнир прошел на большом азарте, но без травм. Награждение проходит в заключительной части соревнований, но родные и близкие, знакомые и, конечно же, тренер наградили огромной поддержкой участников соревнования с самых первых поединков, что подбадривало атлетов перед выходом в схватку. Но никто лучше не поддержит, как тренер, который отдает все свои силы, чтобы подготовить достойного бойца. Именно он формирует и направляет своего ученика. Со мной приехало 9 учеников из дешорки, и 4 спортсмена приехало с городского училища Олимпийского резерва. Естественно, есть волнение. Каждый тренер волнуется за свое... Ученик борется на ковре, тренер борется всегда за ковром. То есть эмоционально. Кто-то больше эмоций, тренер... Кто-то меньше, кто-то в себе держит это. Но всегда волнение у тренера, в первую очередь, за... Каждый тренер желает, чтобы его ученики выигрывали. А если верить в себя и в своего тренера, можно достичь больших высот. К чему стремится Ярослав Рыжиков, участник турнира по вольной борьбе в весовой категории 75 килограмм. И хоть он уже не впервые здесь, эмоции и волнение присутствуют. Буду выступать в финале. Совсем скоро будет у меня схватка. Вообще эмоции довольно бурные, волнительные. Потому что даже если ты не знаешь, кто твой соперник, ты все равно думаешь об этом. Если тебе там тренер сказал, то да, это более хорошо. Но если ты не знаешь, то более волнительно. Я уже занимаюсь 7 лет, но совсем недавно была травма. Я целый год не занимался. Как раз-таки в этом зале только была Лига Храбрых. Мне сломались руку, поэтому была серьезная травма. Но сейчас вот вылечился и назад возвращаюсь на ковер. Сильный характер и большая любовь к спорту не дали Ярославу упустить руки. И хоть многие отговаривали его возвращаться в борьбу, он преодолел все трудности и на этом турнире занял второе место. Брестские атлеты также показали высокий уровень мастерства. 7 чемпионов заняли первое место, 9 атлетов заняли второе место и 12 участников – третье. Вот такие они – будущие олимпийские чемпионы, которые живут спортом. Больших им побед и удачи на дальнейших соревнованиях. Полина Рацевич, Дмитрий Литвинюк, Олеся Столярчук. Новости Бреста. Новости Бреста.